С заместителем начальника государственного органов администрации Татарской области у нас в гостях Павел Григорьевич Веркетов. Расскажите, пожалуйста, о тех проверках, которые проводились на предприятии КП «Пресса». Ну и ситуации, да, они остались недокольны, они не согласны с проверками и направили обращение к президенту, потом не делаете эту ситуацию. Значит, что я могу сказать по КП «Пресса?» Значит, вещь, наверное, идет о плановой проверке. Плановая проверка, которая была проведена, значит, инспекцией, причем проведена в соответствии с утвержденным планом графиком. По результатам проверки был составлен акт проверки. Значит, с результатами, с выводами акта плательщик не согласился и направил возражение. Значит, сейчас стадия – это рассмотрение возражений. Плательщик в своем возражении, он, так сказать, изъявил желание присутствовать на рассмотрении возражения. Все, и это письменно изражил, и, значит, ему уже направлено уведомление. Рассмотрение возражений будет во вторник, в следующей неделе. Значит, возражения будут рассмотрены, и по результатам возражений будет приниматься решение. То есть, проходят все этапы в соответствии с налоговым кодексом. Налоговый кодекс, я об этом очень подробно, значит, говорил, дает право плательщику защитить свои, значит, интересы, вот в этой, так сказать, в этих этапах. И на стадии рассмотрения возражений, даже еще во время проверки, можно, если дополнительные документы какие-то, можно подавать и во время проверки. После проверки предоставляет процедура возражений, четко расписана, регламентирована. Далее, решение, все-таки, если, значит, решение принимается, но не учтены его, так сказать, интересы, есть право, да, еще есть право во время возражений проверки проводить дополнительные, потом решение принято, жалоба, пожалуйста, плательщик может направлять жалобу, и в рамках жалобы тоже возможно проведение дополнительной проверки. Если и это, так сказать, причем двухуровневая система, которая, наверное, все-таки сокращает срок для обжалования, для того, чтобы доказать свою, так сказать, правоту, но есть еще возможности в судебном порядке, то есть с момента принятия решения плательщик в любой момент может направить обращение, так сказать, иск в суд. То есть вполне много, так сказать, ну, права достаточно широкие, главным кодексом для защиты интересов. А какие у них там штрафные санкции тут полагались? Сколько пунктов нарушений? Понимаете, сейчас говорить о сумме штрафных санкций, пока, я говорю, сейчас еще решение не принято. Есть возражения, их надо тщательно рассмотреть. Во время рассмотрения возражений ситуация же может различно быть, измениться это. Что-то может быть учтено, что-то не учтено. Ну, разные могут быть ситуации. Я сейчас не могу сказать о суммах. А до этого были прецеденты уже с этим КП? Ну, я вам так скажу, была предыдущая проверка проведена, и, наверное, если у меня достоверная информация, значит, она в режиме еще обжалования. Результаты проверки. То есть, и для будущего режима? Для будущего режима. Руководитель коммунального предприятия «Пресса» в связи с этой проверкой, она как бы упоминала о трех рейдерских заплатах, которые имели место, по ее словам, быть в прошлом году. Ну, и высказывала определенные сомнения по поводу целостности имущественного комплекса коммунального предприятия. То есть, позиция налоговой, какая в этом вопросе? Вы можете сказать, что вы абсолютно качественно, абсолютно достоверно, абсолютно беспристрастно провели и провели? Значит, чтобы это сказать, чтобы это сказать, наверное, надо все-таки пройти вот эти этапы. Сейчас очень сложно. Сейчас практически идет промежуточный этап. Причем самый начальный. И говорить полностью, как бы, дать оценку, ну, просто невозможно. То есть, можно собраться, в принципе, в следующую среду, и уже будут идут? Значит, я хочу еще о чем сказать. Значит, в налоговом кодексе есть норма, которая, значит, статья, которая определяет, что вся информация, которая собирается в налоговой службе о конкретных плательщиках, вводится в базы данных, обрабатывается, как сказать, делается какие-то выводы по этой информации. Это информация, ну, касательно конкретных налогоплательщиков, является информацией с ограниченным доступом. Поэтому, исходя из вот этих требований налогового кодекса, говорить по конкретике, наверное, просто невозможно. Информация с ограниченным доступом. Ну, а сам плательщик же ее получит? Сам плательщик, однозначно. Для плательщика эта информация, она открытая. Он получит, вот сейчас возражение, он получает ответ официальный на возражение. Потом решение, он получает официальное решение. То есть, все документы плательщика будут однозначно. Пакт у него сейчас на руках находится. Полностью он обладает всей информацией, которая будет использоваться, ну, доказательства, допустим, его нарушений. Ну, как он может повлиять на нашу службу? Наверное, никак. Есть важно что? Есть важно соблюдение налогового кодекса, а то, ну, все время я затратил, это о его нормах рассказывал. Именно строгое, четкое соблюдение налогового кодекса. Мы, как уже стоящая, так сказать, инстанция для районной инспекции, контролируем тоже соблюдение налоговой инспекции района, соблюдение всех норм налогового кодекса в процессе проверок, в том числе данной проверки. То есть, вот эта последняя проверка, она была уже по новым нормам, да? Данная проверка была проведена в соответствии с кодексом, налоговым кодексом, естественно. Да, это же проверка уже в этом году была. Все-таки, с тем актом, который был, который на руках сейчас у предприятия, можно ли говорить, что было бы какое-то закрытие предприятия, что предприятие, собственно говоря, его деятельность находится под углом? Или это не соответствует эти факты? Я не только применительно к данному предприятию. Я вообще могу сказать, что сам по себе акт – это выводы ревизора, выводы проверяющего. Он имеет право, он направлен туда, так сказать, в соответствии с самим кодексом, в соответствии с приказом, направлением, план, график. И он имеет право проверять и сделать выводы. Но это выводы, так сказать, проверяющего, а дальше с процедурой необходимо принять решение по данному акту. Поэтому сам акт, ну, не знаю, как он может разрушить… Сейчас идет речь не об аресте руководителя или о блокировании работы предприятия. Абсолютно. Как акт может разрушить деятельность предприятия, ну, несложно говорить. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...